Читки пьес Меня зовут Ольга Продан У нас в гостях сегодня Виктория Костюкевич, драматург и автор проекта The Drama Ярослава Рындина, актер читок проекта The Drama И Антон Шифатов, менеджер отдела по работе со зрителем театра молодежи Здравствуйте Здравствуйте Главная наша тема сегодня про читки Но я сталкивалась с тем, что люди не понимают и не знают, что такое читки Многие путают их даже с литературными чтениями Я думаю, чтобы всем сразу все было понятно Стоит рассказать, что же такое читки Как они проходят Кто на них приходит Давайте расскажем про это Ну, во-первых Читки Это только для Владивостока новый формат Вообще, там, где у театров в городе существует больше конкуренция И есть так называемая школа драматургии Ну, то есть в университетах театральных Или, ну, курсы, которые посвящены именно драматургии Там это читки, ну, это что-то вроде Как в кино сходить Как часть подготовки к спектаклю То есть раньше актеры всегда и сейчас Ну, ставя спектакль, они сначала устраивают театральную читку А потом Появился, где-то 20 лет назад Появился такой, ну, начал формироваться такой жанр, как, ну, новая драма Это за последние 20 лет драматургия и тексты драматургов российских Которые стали выбиваться из формата государственных театров, так скажем И их нельзя было назвать массовыми И им не нужен был, возможно, даже массовый зритель И поэтому началось всё с Любимовки То есть на Любимовке это при театре ДОК в Москве И ещё был такой конкурс «Новая драма» Там где-то примерно с 2000-х годов С начала 2000-х стали формироваться Ну, вот такие вот фестивали После которых проходили читки пьес новых драматургов И обсуждения Скорость у «Новой драмы» очень большая То есть вот написал кто-то что-то И сразу это в читках Когда это будет в театрах, может пройти год, может 10 лет Может быть, поэтому снимут фильм То есть очень часто по сюжетам, по пьесам «Новые драмы» снимают современные фильмы Причём именно не те, что называются для массового зрителя А именно такое кино более интеллектуальное То есть читка — это когда приходят зрители Приходят актёры, но нет декораций Нет никаких дополнительных вещей, которые присутствуют в театре То есть актёры просто сидят, читают пьесу Но не совсем, извините, так Это тоже особенность нового театра Я хочу сказать, что никто сейчас не переигрывает То есть сейчас люди... То есть я пытаюсь так подобрать актёров, чтобы они играли самих себя То есть не надо, грубо говоря, никаких этих клоунских носов Или там этих... То есть главное, чтобы человек подходил Да, да, то есть я вижу, что у него такой темперамент Значит, он сыграет Такой голос, всё, он сыграет Тогда, я думаю, можно спросить Ярославу Так как Ярослава была актёром в одной из читок Во всех Во всех читках уже Но не во всех в мире Во всех викинах Во всех читках, Никки Что чувствует актёр во время читки? Ну, если говорить, ещё немножко хотелось добавить про формат читки Да, потому что я отчасти являюсь как раз тем человеком, на которого могут быть ориентированы эти читки Человек, который не близко знаком с драматургией Не близко знаком с форматом новой драмы И благодаря читкам удалось познакомиться Потому что я как зритель, да, вроде как и участник, но и как зритель Как человек, который читает пьесу перед тем, как начать играть какую-то роль в ней Очень ценно то, что читка даёт возможность показать сиюминутную актуальность Настолько много в новой драме актуальных вещей для нас здесь и сейчас Которые нужно услышать, увидеть, донести до зрителя прямо сейчас Пока они существуют, пока они вот идут и действуют И для всех это будет близко и знакомо И правда, как Вика говорит, нет возможности ждать, когда это поставят Не хочется даже порой ждать И читка это замечательная возможность для того, чтобы зритель увидел То, что у вас происходит вокруг него Услышал это и узнал, что кто-то кроме него тоже об этом думает А в плане участия в этом как актёра, конечно, очень интересный опыт Потому что передать настроение, передать темперамент Вообще характер персонажа, его личность Только при помощи голоса, при помощи интонации, да, может быть взглядов каких-то Потому что читка всё-таки предусматривает общение со зрителем с помощью взгляда Вроде бы ты сидишь, вроде бы у тебя есть листы перед глазами Но ты общаешься взглядом, интонациями, жестами Но при этом ты статичен практически всегда находишься на месте И в этом, наверное, главная особенность Суметь вот в этом состоянии передать энергетику персонажу Я была на одной из читок И, как мне показалось, что самое главное — это искренность от актёров Потому что такое ощущение, что да, ты как будто бы находишься с ним в диалоге Сидишь напротив, и вот он тебе что-то рассказывает Ну, только подсматривает в текст Вот была читка, с Игоревым мы читали «Пластилин» То есть актёры в шестером сыграли 24 персонажа На Яру как актрису выпали где-то 10 женских Да, разных Да, разных абсолютно девушек Ну и причём, судя по реакции зрителя, им всё понравилось Раз они пришли снова, видимо, им понравилось Искренность вообще — это очень важная составляющая современного театра Когда человек свободен от условностей каких-то игровых, которые были устоями в театре И вот это вот отношение актёра к персонажу, к его роли Транслирование своей личности через это — это очень важно В отличие от уже архаичной такой, ну, игры Вы, наверное, как работник театра должны знать, да, что актёр должен в первую очередь любить свою роль Ну, конечно, да И ещё по поводу формата читки я хотел бы дополнить Потому что очень важной составляющей читки является обсуждение последующее То есть не просто прочитать её, и зритель бы посмотрел А обсудить материал, как раз-таки вот определить с его актуальностью, с проблематикой И в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы руководство театра, на базе которого проходила читка, присутствовало И впоследствии, возможно, и принимало решение о постановке спектакля по этой пьесе То есть это вот не просто такое мероприятие досуговое, а ещё и с возможностью именно дальнейшего как-то движения этой пьесы и её постановки Пьесу, даже если её и заметили, то есть даже на каких-то ряде конкурсов Это не значит, что её поставят Хорошо, если её прочитают Я общалась на одном из мероприятий, ну, мероприятий как раз в Коктебеле Общалась там с Николаем Калидой Это, так сказать, учитель Сигарева и Ярослава Полиновича Сейчас у него он пишет, по-моему, 13-й том своих пьес за последние 30 лет он пишет или 40 Но суть в том, что первые 20 лет он ходил по театрам, предлагал свои пьесы, ему говорили Нельзя Ты, мол, совсем что ли, что ты нам суёшь? Ну, то есть грубо очень, грубо очень отказывали А сейчас, ну, сейчас он невероятно популярен У него, ну, сейчас он уже, ну, он сам об этом говорит, что сейчас я уже не нуждаюсь Сейчас мне все звонят, мне все пишут, и я всё раздаю, говорят, мне не жалко Ставьте, читайте, ну, пожалуйста Вот, я имею в виду, что, ой, на самом деле, не... Ну, то есть если ты, наверное, становишься, выбираешь, ну, становишься драматургом или писателем Не надо ждать прямо сейчас какого-то признания или печатать книги, бежать Ну, это всё, это можно сделать, но стоит ли оно того? То есть что тебе мешает быть писателем без книги, то есть без напечатанной книги? Ты же, чтобы обложиться ими дома, ну, здорово Никакой школы у меня нет, то есть у меня нет именно образования Я не понимаю, я всё интуитивно пытаюсь писать Но мне, конечно, хотелось учиться, но пока, пока вот так Может быть, я и научусь, ну, в смысле, пойду в школу К тому же коледей или ещё это, ну, если получится Нам нужно сделать короткий перерыв Мы прервёмся на рекламу, а после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Мы продолжаем наш разговор о читках, которые проходят во Владивостоке О проекте The Drama И у меня вопрос к Антону Антон, читки не мешают жизни театров? Скажем так, не выместят ли такие открытые читки в спектакле? Нет, я думаю, не мешают Более того, они дополняют и обогащают даже жизнь театра Особенно наш театр, который открыт для всего нового Хотя читки — это не новый формат, но для нашего города новый Я не думаю, что читки как-то вытеснят основной репертуар театров Это невозможно Это совсем другая такая область театральной жизни Которая, наоборот, если она развита, если она есть в театре, она только в плюс театру идёт Я не думаю, что они могут как-то соперничать То есть репертуар основной и читки От экспертов не слышали таких комментариев, что читки как-то мешают? Нет Режиссёры, актёры профессиональные не против? Наоборот, в этом пользы есть В Москве, например, в Петербурге очень часто в читках участвуют профессиональные актёры, не любители Поэтому, не знаю, это хороший формат, который не мешает, дополняет А в читках проекта «За драма» участвовали профессиональные актёры? Да В этот раз, когда мы будем в театре молодёжи, часть актёров будет... 50% актёров будет из театра молодёжи Ну, остальная часть наша Если Хабенский приедет, то есть я с удовольствием его возьму в читку Против никто не будет, если Хабенский решит участвовать в проекте Я вообще не буду... Я вообще хочу сказать, что после каждой читки К нам, ну, мне кто-то обязательно, мы обзаводимся каким-то новым актёром именно То есть вот после, ну, на второй читке, на Сигареве у нас участвовала девочка, которая закончила ГИТИС Ну, она у нас приехала, ну, то есть из Владивостока, но она закончила ГИТИС, вот приехала к нам Она говорит, ну, она тоже участвовала в театре ДОК в читках То есть ей это, она говорит, мне это очень интересно, именно этот формат я готова... Ну, и, ну, что интересно, что эти ребята все, ну, работают бесплатно Чтобы, ну, читки — это такой, ну, это энтузиазм Хотя, вот все, кого я знаю, ну, в смысле, кого я вот смотрю За читки берут какие-то деньги, то есть там 200-300 рублей Но у нас это пока, ну, то есть это пока вряд ли Не нуждаются, например, в читках пьесы, которые не относятся к новой драме Классика, да, то есть Шекспир, ну, то есть, ну, абсолютно нет Именно только читки новой драмы имеют вот такой эффект Потому что новая драма, она не только про здесь и сейчас Но и она и более, она вот про наших с вами соседей Думаем, вот какой-то человек идет, что он такой, что он так долго идет Или что он где-то там медленно едет в машине И новая драма раскрывает это так, что у человека это какая-то трагедия То есть, а мир весь к нему относится очень потребительски Возможно, поэтому и, ну, по крайней мере, на данный момент получается Не только профессиональным актерам, да, участвовать Но и, скажем, актерам-любителям, вроде меня Да, потому что есть некоторые персонажи, которых мы видим каждый день Которыми мы сами являемся в какой-то момент своей жизни С которыми мы жили, взаимодействовали И эти характеры, так или иначе, мы все впитываем понемножку, по чуть-чуть Мы это видим, мы это знаем, мы сами становимся такими И, возможно, именно поэтому у нас есть возможность Не только профессиональным составом это сыграть и показать Потому что часть этих людей живет в нас тоже Ярослава, два слова можешь сказать о том, какая твоя любимая роль была Из всех читок, в которых ты участвовала? Предательница Ну да, вообще самая, наверное, такая запоминающаяся читка Которая стала более контрастной по отношению к другим Это как раз пьеса Сигарева «Пластилин» Потому что то, что читали до этого и то, что читали после этого Ближе мне по настроению в плане юмора, в плане какого-то такого вот динамики, огонька Да, а пьеса Сигарева «Пластилин» более чем драматическая, я бы сказала Достаточно тяжелая, достаточно глубокая И там, несмотря на то, что персонажи также знакомы людям Нужно очень сильно постараться для того, чтобы сыграть их, проникнуть в них И для того, чтобы зритель почувствовал, почему они ведут себя так или иначе И вот в этой читке, да, была такая девушка Ну, ее звали Натаха Роль Натахи мне понравилась Потому что она красивая, молодая девушка Совершающая необъяснимые поступки Необъяснимо гадкие, необъяснимо жестокие по отношению к другим людям Имея в виду ее вот эту молодость, красоту И те ассоциации, которые возникают у нас, да, с молодой красивой девушкой Настолько контрастируют с поведением и характером этого персонажа Что вот для меня это действительно был такой драматический, глубокий персонаж Которого недостаточно было просто показать голосом Просто показать ее молодость и легкость А действительно проникнуть и подумать, почему же она так поступает Почему она делает такой выбор Наверное, это вот такой самый любимый персонаж Я думаю, это важно Потому что сейчас зрители, которые посмотрят нашу программу И вдруг кто-то решит тоже принять участие в читке Чтобы они понимали, что это все-таки тоже работа И не все так просто Безусловно Безусловно Я думаю, в завершение стоит рассказать о читке Которая пройдет уже в ближайшие дни Наверное, Антон нам сможет про это рассказать 16 июля, воскресенье, в 7 часов На малой сцене Театра молодежи Читка пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» Приходите, вход свободный О пьесе, возможно, более подробно вам Вика расскажет А если два слова? Хотя бы о чем эта пьеса? Два слова? Ну, не знаю, это актуальная, интересная, современная драма Которую стоит прийти Интересна она тем, что каждый сможет увидеть в ней свой смысл Свою наполненность На самом деле, ну, наверное, я хочу сказать, что не стоит говорить Ну, рассказывать о чем, ну, то есть сюжет Это будет, вот я читала комментарии к театру ДОК И там говорили, что перед началом выступления выдали программки Именно этой пьесы И это все убило То есть это именно та пьеса Ну, действие там происходит в полицейском участке И там начинают происходить, ну, абсурдные различные с героем С главным героем происходят абсурдные ситуации То есть полицейские начинают вдруг вести себя не так, как от него этого ждут И на этом все заверчивается так, что герой, заходя в кабинет полиции Он думал, что весь мир вокруг серый и город его Подольск серый и унылый Они ставят ему в конце, ну, диагноз, что, ну, грубо говоря, это он серый и унылый И, ну, все остальное я не буду говорить, потому что я уже, по-моему, рассказала полпьесы Просто приходите Это не драма, там смешно Это, ну, это комедия Ну, это все в двух словах Да, вот В проекте за драма не всегда бывает драма, скажем так Но драма есть Драма, да Драма именно вот в абсурде того, что человек попадает иногда в такие ситуации Где он очень маленький Где он чувствует себя абсолютно беспомощным И если вот каждый из нас попадет в закрытую комнату с полицейскими Ну, не только с полицейскими, а вообще с представителями Иногда даже с юристом чувствуешь себя как-то Как-то, что он может тебя Что-то он говорит, что ты должен что-то И ты уже думаешь, блин, а я что, и правда должен? Ну, грубо говоря, то есть Это вот этот вот напор, который мы чувствуем От представителей власти, любых Мне вообще страшно даже, когда меня полиция Останавливает, ну, в смысле ДПС Просто страшно И вот, ну, и вот там вот что-то про это есть В общем, приходите Ярослава, можешь дать еще один совет, самый главный Что нужно зрителю, который решит поучаствовать в читке? Поучаствовать? Да Что нужно зрителю, который решит поучаствовать в читке? Время Потому что, казалось бы, читка, да Сиди да читай Но, как показывает практика Нужно уделить очень много времени и внимания интонациям, словам И начиная от самого простого Мы как школьники, просто как первоклассники Разбираем, бывает, слова по слогам Для того, чтобы понимать, куда поставить ударение Где здесь правильно расставить интонацию и так далее Поэтому нужно много времени Много энергии И хорошая дикция Вот, мои советы Ну и, конечно, наверное, желание высказаться Желание быть услышанным Желание что-то рассказать своему зрителю Да Спасибо большое, что пришли Я желаю проекту «За драма» успехов И чтобы, конечно, этот нужный городу проект Процветал и развивался дальше Это была программа «Время говорить» С вами была я, Ольга Продан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин